Девушки отдыхают Да, это меньше, чем убыло, но опять-таки больше, чем приехали за полгода 2017-го. Возможно, со временем удастся добиться баланса. Здравствуйте. Чего добились жители региона и в чем потерпели фиаско? Ответы задим в ближайшие полчаса, но сначала короткие анонсы основных тем. В областной столице столкнулись машины, на одной из которых были наклейки службы такси. Погибли три человека. Предполагаемый, виновник скрылся с места, но вскоре был найден в программе информация о том, что теперь его ждет. Его выгнал голод или любопытство в Усть-Куте. Полицейским пришлось применить табельное оружие. Стреляли по медведю, вышедшему в город. Подробности в нашем выпуске. В подробностях поведаем сегодня и о том, зачем несколько десятков человек в Ольхонском районе вышли в поле со шпателями и пакетами. О нюансах экологической операции расскажу я, Павел Желудев. Рассказ о самом быстром сотруднике ГИБДД и шагающем автобусе ждет вас в рубрике «Повесточки». А еще узнаете, когда иркутяне смогут попытать свою судьбу в скоростной сборке кубика Рубика. Ну а начинаем мы выпуск с информации о ЧП, которое произошло минувшей ночью. В областной столице три человека погибли в результате столкновения автомобилей на Иркутном мосту. Одна из машин имела наклейки службы такси. Установлено, что 23-летний водитель автомобиля Тойота Калдина не справился с управлением. Он столкнулся с попутно двигающейся машиной. После чего на полном ходу иномарка врезалась в такси, которая ехала навстречу. В автомобиле находились два человека. Предполагаемый виновник происшествия бросил свое транспортное средство и скрылся с места ДТП. Однако далеко не убежал. Вскоре его нашли и доставили в больницу. Там мужчине оказали медицинскую помощь. Кроме того, взяли образцы крови для анализа на наличие алкоголя. Как нам стало известно, в момент трагедии водитель такси ехал с завершенного заказа. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель Тойота Алекс скончался по дороге в медицинское учреждение. Пассажир автомобиля Тойота Алекс и пассажир Тойоты Колдино скончались на месте данного дорожно-транспортного происшествия. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, после окончания которой будет вынесено правовое решение. По странному стечению обстоятельств сегодня произошло еще одно ДТП, в котором также участвовала машина с наклейками известной службы такси. И вновь по предварительной версии виноват в аварии второй ее участник. Водитель КамАЗа на автодороге Ангарск-Иркутск не выдержал безопасную дистанцию и врезался в иномарку, которая следовала перед ним. В салоне легковушки находились двое детей. Девятилетняя девочка получила ушиб, а годовалый малыш, сидевший в удерживающем устройстве, не пострадал. Как признался шофер КамАЗа, перед тем, как отправиться в дорогу, он выпил водки. В связи с участившимися ДТП, в которых фигурируют машины такси, возникает резонный вопрос, как получить компенсацию, если поездка завершилась аварией. И определенные гарантии оплаты лечения у пассажиров все-таки есть. Базово является полис ОСАГО. Однако у водителей нелегалов подобная страховка отсутствует. Как быть, мы узнали у президента Ассоциации таксистов области. Ему слово. Машина должна быть застрахована под ОСАГО. По ОСАГО максимальная выплата положенная это 500 тысяч рублей. Причем всем участникам ДТП на возмещение вреда здоровью. Соответственно, вы максимально что можете проверить полис ОСАГО. И обязательно, чтобы в этом полисе стояла отметка, что машина застрахована в качестве такси. Вторые гарантии, если брать отдельных агрегаторов, то некоторые агрегаторы у нас уже страхуют жизнь своих пассажиров. А в своих поездках такие страхования идут до 2 миллионов рублей. Вторые гарантии, есть агрегаторы, у которых есть свой фонд. Можно обратиться к ним, попробовать и попробовать получить денежные средства из этого фонда. Хотя нам неизвестно ни в одном случае получения денежных средств из таких фондов. Получила неожиданную развязку история в Усть-Куте. Местная жительница обнаружила в своем гараже медведя. Хищник забрался туда, чтобы поесть, но ограбленное отдавать не собирался. И вел себя агрессивно, в том числе и в присутствии прибывших на место полицейских. И это далеко не единственный случай выхода хищников из леса за минувшие пару дней. В братске медведя оказались на территории лагеря. Давид Азизов подробнее. Ситуация нетипичная. Огонь приходится вести из движущейся машины в открытые ворота гаража. Чтобы обезвредить трехгодовалого хищника, понадобилось 16 выстрелов из автомата. Сюда хозяина тайги, скорее всего, привел запах съестного. Жительница Усть-Кута оставила остужаться в гараже корм для домашних животных. От дома до леса метров 200 для медведя с его нюхом не расстояние. Плотный завтрак хозяина тайги прервала хозяйка дома. О том, что дверь в гараж приоткрыта, ей сообщили соседи. Смотрю, она кубарем выбегает оттуда кубарем. Там белье у нее сохло, там простыни, пододеяльники, все вот так вот. Я говорю, что-то нехорошее. Сразу опять ей звонен, говорит, так и так, говорит, огромный медведь. Соседи же сообщили о визитере в полицию. Прибывший через несколько минут на ряд ДПС попросил людей не покидать дома. Медведь, также не собиравшийся оставлять захваченные еду и помещения, вел себя агрессивно. Сели в служебный автомобиль, чтобы как-то обезопасить себя. И я с пассажирского переднего сидения, в основании закона о полиции, статьи 23, с автомата, сделал выстрел по зверю. Руководство посчитало применение оружия правомерным и единственно правильным в этом случае. Медики оказали первую помощь женщине, получившей незначительные травмы. Медведь ее поцарапал. А вот в братске похождения хозяев тайги закончились более безобидно. Объективы видеокамер в детском лагере «Надежда» зафиксировали трех молодых зверей. Животные прогуливались по территории, а затем ушли обратно в лес. Однако не с пустыми лапами. Забрали у нас веники, возле каждого корпуса у нас по веничку стоит, и покинули территорию центра. Сразу же я сообщила полицию города Братска. Полиция города Братска, это вот центральная часть, занимается этим. И МЧС города, службы будут отгонять медведей. Но вот два дня все чисто, никто не заходит. Медведи на территорию лагеря приходят не впервые. Последний раз таежных гостей здесь видели три года назад. Биологи связывают подобную активность с недостаточной кормовой базой. Лето выдалось не слишком урожайным. Поэтому специалисты советуют быть на чеку и воздержаться от походов в лес. Давид Азизов, новости по будням. Идет охота на волков. В Иркутской области сейчас все, как в знаменитой песне Высоцкого. Слишком много стало в регионе серых хищников. Поэтому теперь за каждого добытого зверя охотникам вновь будут платить по 20 тысяч рублей. По последним подсчетам, в лесах области сейчас около 4700 особей. Хотя для гармонии в природе достаточно популяции в два раза меньше. В итоге санитары леса стали серьезной угрозой для владельцев скота. Наиболее сложная ситуация в Густердынском районе. Поэтому и было принято решение финансово простимулировать охотников. В бюджете на эти цели заложено 3 миллиона рублей. Правда, есть ряд условий для получения денег. Добывать волка с помощью яда или капкана нельзя. Запрещено выходить на промысел на особо охраняемые территории. Шкуры хищников будут принимать до 10 декабря. Пока за выплатами ни один охотник не пришел. Пик обращений ждут в октябре. На пике экологического бедствия находится Ольхонский район. Территорию Наспарка облюбовал непарный шелкопряд. На счету вредителя сотни уничтоженных деревьев. Однако начать полномасштабную войну с гусеницей не позволяет закон. Почему бороться с шелкопрядом приходится буквально в рукопашную. Узнаете из следующего материала. Шпатель и полиэтиленовый пакет. Вот и весь нехитрый скарп рыцарей 21 века. Обнажить струинструменты волонтеров вынудила ситуация в Ольхонском районе. Здесь уже несколько лет обитает непарный шелкопряд. Хотя обитает неподходящее слово. Вредитель буквально уничтожает реликтовый лес. Под натиском гусеницы уже погибло 80 гектаров лиственницы. Несмотря на то, что лиственница очень живучее дерево, оно может выдерживать трехкратное стопроцентное объедание. Но мы видим, что в прошлом году эта гусеница объела стопроцентно. В этом году и дерево уже не выдержало. И лиственница наша усохла. И конечно же вот этот склон погиб. Технологий по уничтожению вредителя предостаточно. А самый простой химическая обработка. Вот только применять пестициды в этом районе нельзя. По закону. Ведь Ольхонский район является частью Прибайкальского нацпарка. Именно этот нюанс заставил добровольцев выйти на бой с шелкопрядом буквально в рукопашную. Главная цель – многочисленные яйцекладки. Вот он, маленький. Немножечко яйцеклад небольшой. Сейчас, значит, где-то здесь уже бабочка начала кладывать. Надо смотреть. Искать ворщилины. Это характерно. Чем выше, тем теплее, тем лучше прогревается. Коричневатый нарост и есть в пресловутые кладки шелкопряда. В одной может содержаться до полутора тысяч яиц. Счищают их шпателем. Однако простым и безопасным это занятие назвать нельзя. Ведь даже прикосновение к будущему потомству вредителя может вызвать у человека сильнейшую аллергию. Еще одна сложность – расположение кладок. В основном, под мелкими камнями. В редкий случай. Мы обнаруживаем яйца. Яйца порожка капряда. В основном, мы убедились, что это под большими камнями. За несколько часов волонтеры обследовали 100 гектаров леса, в том числе и труднодоступные места. Все обнаруженные кладки позднее были сожжены. Однако, судя по количеству вредителей, в этом районе вклад добровольцев – лишь временная мера. И, возможно, угроза экологической катастрофы все-таки станет веской причиной отказаться от шпателей и использовать более современные технологии. Павел Желудев, новости по будням. Современные технологии все чаще применяют при возведении различных объектов. И речь не только, скажем, о домах. Не менее важными строениями, от которых зависит безопасность людей, являются подпорные стенки. А их состояние нередко оставляет желать лучшего. Тему продолжит Даниил Седов. Движение затруднено, но недовольных нет. В этом дворе в Иркутском микрорайоне Солнечном ведут работы по реконструкции подпорной стены. Местные жители ждали этого не один год. Ведь грунт выдавил бетонные плиты и буквально начал ронять сооружение. Работы на этом объекте идут полным ходом. Все потому, что старая подпорная стена могла рухнуть в любой момент. Именно поэтому было принято решение не просто ее отреставрировать, а демонтировать и отстроить с нуля. Ну, месяца еще бы два-три максимум, она бы рухнула. Либо придавила человека, как бы кого-нибудь, да, либо машину, потому что здесь жители постоянно машину оставляют. Новая стена протяженностью 58 метров и по высоте достигающая уровня третьего этажа появится к концу октября. Уже идет подготовка к заливке бетона. Затягивать с этим нельзя, потому что осадки вносят свои коррективы. Дожди могут вызвать сход грунта, допустить этого никак нельзя. Объект достаточно важный, потому что, во-первых, держит грунты рядом с пятиэтажным домом и держит фактически административное здание полиции. Таких подпорок у нас больших две. Продолжаем по улице Трудовой и такой якорный объект вот здесь, на Ржаново. Только на территории Октябрьского округа 120 подпорных стен. Проблемы периодически возникают то с одной, то с другой. Например, сооружение на улице Трудовой в прошлом году держалось из последних сил. Там грунт также начал выдавливать плиты, а осадки только ускоряли процесс разрушения. Сейчас опору привели в порядок, хотя, как показывает опыт, лучше не доводить до крайностей и устранить разрушения на раннем этапе, чтобы люди рядом с сооружением чувствовали себя, как за каменной стеной. Данил Седов, Андрей Назаров, Марина Мищенко. Новости по будням. Почувствуют удивление, а, возможно, радость сейчас многие жители Прибайкалия. Выяснилось, что в Иркутской области за услуги ЖКХ платят меньше, чем в большинстве регионов страны. К такому выводу пришли специалисты крупного информагентства, проанализировав траты россиян. Оказалось, семья в Прибайкалии отдает за коммунальные услуги в среднем чуть больше 8%. Если взять за 100, совокупные потребительские расходы. В итоге по этому показателю наш регион на 15-й строчке. Любопытно, что в среднем по стране расходы на ЖКХ больше почти на 10%. Это свыше 4000 рублей в месяц, сообщает РИА-рейтинг. Сильнее всего коммунальные услуги едят бюджет у жителей Ямала-Ненецкого автономного округа и Магаданской области. Как жителям региона сэкономить, не отказывая себе в привычном? Или заработать деньги, грамотно вложив сбережения? Эти вопросы волнуют многих, но компетентные ответы доступны не каждому. При этом возможности повысить уровень своей финансовой культуры есть. Одну из них, познавательно-развлекательную, наша съемочная группа увидела своими собственными глазами. Найдете на столе настоящие купюры? Десяткам прохожих в Иркутске это удалось. Самые заинтересованные разгадали все ребусы, а кое-кто и вовсе попал внутрь одного из самых загадочных городских зданий – в помещение Центробанка. В честь дня открытых дверей здесь провели уроки финансовой грамотности. Помним с вами всегда о соотношении, да, баланс риска и доходности. Чем выше доходность, тем выше всегда риск. Стоит ли рисковать честно заработанным? Оказалось, такие вопросы сейчас волнуют даже подростков. Современных школьников интересуют нюансы финансовых рынков и игра на бирже. Взрослые чаще задумываются не о том, как деньги приумножить, а о том, как их сохранить. Были на лекции на двух, то есть как, в принципе, работают мошенники, много что знали. Ну, пока еще как бы все предстоит. Предстояло экскурсантам многое, например, узнать легко ли обрабатывать денежную наличность. Сравнить первые советские машинки для счета купюр и монет с современными комплексами, которые могут сортировать и даже уничтожать ветхие деньги. А для полного погружения в банковскую атмосферу – примерка экипировки инкассатора. На самом деле она намного легче, чем я думала. Я думала, она будет такая прям очень тяжелая. Она выглядит устрашающей, чем на самом деле. Очень довольно комфортно. Некомфортно столкнуться с купюрой-подделкой. Но и здесь у экспертов есть подсказки, по каким признакам можно определить фальшивку в первые же секунды. Есть смысл обращать внимание даже на год выпуска. По данным статистики Банка России, у фальшивомонетчиков сейчас пользуется спрос на подделку. Это 5000 образца 97-го года и номинал 1000 рублей образца 97-го года. С каждым годом наличности в мире становится все меньше. Ее вытесняют электронные деньги. С ними тоже нужно уметь общаться. Ведь это как новые возможности, так и новые проблемы. Способов воспользоваться первым и уберечься от вторых много. Один из них – стать участником следующего дня открытых дверей. Да это Зизафлада Рыбакова, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Уметь разбираться во всех финансовых нюансах и правда не просто, особенно в сфере бизнеса. Когда нужно удерживать свое дело на плаву и при этом играть по законам рынка. Кто решился помочь предпринимателям в таком непростом деле, расскажем в рубрике «Ценный выбор». Склады забиты под завязку и работа в них кипит. Сейчас это иркутская компания, которая занимается поставками товаров в сотни торговых точек города на плаву. Чтобы поставить свой бизнес на ноги, предпринимателю пришлось обращаться в банки. В качестве партнера был выбран Альфа-банк, поскольку отлично понимает нужды бизнесменов. Он не только предоставил финансирование, но и помог наладить систему управления средствами. Для большинства начинающих предпринимателей нужен некий навигатор на этом рынке, который стремительно меняется. Нужен банк-помощник, банк-навигатор, который вовремя подскажет, когда тебе нужно отложить деньги на налоги, когда их нужно заплатить. Сейчас, чтобы оставаться на плаву, предпринимателям нужно все больше новых знаний. И получить их можно в банках. Ведь они теперь не ограничиваются привычным набором услуг, кредитами, расчетами, платежами. У предпринимателей много и других запросов. Первое. Помогите нам увеличить продажи и дайте нам больше клиентов или партнеров. Второе. Наши клиенты хотят получать знания. И это то, что банки могут обеспечивать, собирая большие данные с опыта работы с другими компаниями. Третье. Наши клиенты спрашивают, где же взять кадры. Потому что кадры решают все. И, конечно же, для малого бизнеса так же. Все это означает одно. Конкуренция в малом бизнесе растет. Правила усложняются. И все важнее становится роль банка-партнера. Ведь только совместными усилиями можно сохранить бизнес и вывести его на качественно новый уровень. Евгений Шоев, Надежда Казакова. Новости по будням. Новый уровень внимания к Сибири и сибирикам замечен со стороны иностранцев. Количество совместных творческих и экологических проектов вновь выросло. Только за последние выходные жителям области предложили русско-мексиканский фильм и идею для необычных путешествий. В первом случае речь о полнокупольной картине под названием «От Чикселуба до Тунгуски». Ее создали мексиканский режиссер Энрике Фонте и специалисты Иркутского планетария. На работу ушло почти два года. Идея фильма – найти общее впоследствиях падение двух метеоритов на полуострове Юкатаны в дельте небольшой Сибирской реки. То, что случилось с землей на сотни и тысяч километров вокруг, отражено в картине. Кадры и история должны заинтересовать как мексиканцев, так и сибиряков. Нам удалось поговорить и о Мексике, и показать природные особенности, связанные как раз с тем, что когда-то там падал метеорит. Знаменитые сеноты, эти подземные колодцы естественного происхождения с пресной водой. И очень много подводных съемок в фильме. Подводные съемки проводились и на Байкале, еще в то время, когда на Байкале был лед в мае. А этому поляку Марику Каминскому потребовалось 99 дней, чтобы проехать от Литвы до Японии. Расстояние он преодолел на машине, без единого литра топлива. О достоинствах своего электромобиля путешественник рассказал журналистам в Иркутске. Гость называет себя поклонником России и очень бережно относится к природе. Поэтому считает, что в Прибайкале, как в особом регионе, должно быть больше электротранспорта, особенно личного. Пока экологических легковушек в Иркутске около 200, а годом ранее было в 10 раз меньше. Гости Иркутска и его жители наверняка будут приходить к новому памятнику. Его торжественно открыли накануне. Двухметровый монумент из бронзы посвящен ветеранам-десантникам. Вокруг разбили сквер. Для многих открытие памятника стало настоящим праздником. Праздник продолжается и у сотрудников новостей по будням. Весь сентябрь мы отмечаем 15-летие программы и принимаем поздравления. Очередное прилетело от наших коллег из Шелихова. Смелый и неординарный подход к зрителю. Актуальные и волнующие темы для репортажей. Высокий уровень журналистов и телеведущих. И это лишь немногие качества, которые сегодня выделяют НТС среди других телеканалов. С праздником, коллеги! Теперь авторы ролика полноправные участники конкурса, который мы проводим в честь юбилея программы. Если и вы хотите побороться за ценные призы, спешите. По просьбам телезрителей мы продлили сроки приема заявок до 30 сентября. Но время летит быстро. Не заметите, как неделя подойдет к концу. Поэтому не откладывайте прямо сейчас. Начинайте снимать видеопоздравления для программы «Новости по будням». По одиночке или коллективам – не важно. Чем креативнее будет ролик, тем выше шансы на победу. Видео-открытки заливайте на любой облачный интернет-сервис и отправляйте ссылку на нашу электронную почту. Напомню, какие призы на кону. Это сертификаты на крупные суммы, потратить которые вы сможете в лагере «Звездном», на горе Соболина и в санатории «Электро» или в ресторане «Авантаж». Поздравления будут принимать иркутяне уже в эти выходные. Ведь кто-то из них станет самым ловким и быстрым, причем не поднимаясь со стула. О чем речь узнаете после новостей спорта? Этот камень в чужой огород потянул на золото. Иркутяне Елизавета Трухина и Андрей Дудов заняли первое место на всероссийских соревнованиях по керлингу среди смешанных пар. Сотязания проходили в Московской области. Нашим землякам противостояли 20 команд из столицы страны, Санкт-Петербурга, Челябинской, Новосибирской областей и Краснодарского края. Чемпион страны оказался не по зубам «Байкал Энергии». На Кубке России иркутяне встретились со «Сканевтяником» из Хабаровска. Итог матча 8-2. «Байкал Энергия» продолжает серию без побед. В турнирной таблице она пока замыкает список команд Суперлиги, занимая шестое место. Не могут разорвать порочный круг, и хоккеисты Ермака матч с командой за Уралье не принес открытий. Счет на табло в конце игры 1-3 в пользу представителей Кургана. Дал понять, что ангарчане не смогут подняться в турнирной таблице. В сентябре Ермаку еще предстоят две встречи в рамках чемпионата высшей хоккейной лиги. Алена Полоненко, новости по будням. Они делают только первые шаги в спорте. На стадионе «Локомотив» прошел финал восьмых соревнований по мини-футболу среди дворовых команд на Кубок мэра Иркутска. Всего за победу боролись 65 сборных. Состязания проходили в трех возрастных группах. Чтобы принять участие в соревнованиях, было достаточно собрать команду и заявить о своем желании. Отборочные игры проходили на хоккейных кортах города. В итоге среди юношей 2002 года рождения золото и серебро достались сборным из Октябрьского района. Третье место за спортсменами Свердловского района. Представители которого, кстати, взяли верх в младшей возрастной группе. Победителей лично поздравил мэр Дмитрий Бердников. Я глубоко убежден, что чемпионы должны вырастать во дворах. И футболисты, и хоккейские, и по всем остальным видам спорта. Во дворах. А во дворах должны быть созданы сегодня современные условия. Кстати, в этом году на локомотиве была проведена реконструкция. Отремонтированы беговые дорожки. Футбольное поле получило искусственное покрытие. Также здесь установили новое ограждение и трибуны на 450 мест. В следующем году планируется обустроить площадки для сдачи норм ГТО. И сделать силовые тренажеры. А зимой на стадионе можно будет заниматься хоккеем или просто кататься на коньках. Прокатились вокруг света, а теперь готовы рассказать об этом всем. Иркутяна гостей города зовут на отравил встречу 27 сентября. Она состоится в библиотеке имени Молчанова-Сибирского. Путешественники расскажут о невероятной поездке длиной почти в 5 лет. На самых разнообразных транспортных средствах. А что еще интересного происходит в мире, знает Юлия Горзова. Всем здравствуйте! Время просто несется. Сентябрь уже подходит к концу. Еще чуть-чуть и Новый год. Сегодня предлагаю поговорить о скорости. Иркутские определят, кто быстрее всех справляется с кубиком Рубика. Чемпионат по скоростной сборке этой головоломки впервые пройдет в столице региона. Подготовиться время еще есть. Турнир состоится 29 и 30 сентября. Участники состязаний смогут попытаться установить новый мировой рекорд. Пока он принадлежит австралийцу. Ему на сборку кубика потребовалось чуть больше 4 секунд. Несколько минут и ты на финише. В Екатеринбурге состоялся необычный забег под покровом ночи. Старт соревнованию был дан, когда в городе начало темнеть. На дистанции 3,10 километров вышли около 3000 участников. Кто-то даже решил преодолеть маршрут в костюме. Самым быстрым на длинной дистанции оказался вот этот сотрудник ГИБДД в шортах. За что получил подарочный сертификат. Без сотрудников ГИБДД не обошлось и в Братске. Там они провели своеобразный практикум по правилам дорожного движения. Акцию «Шагающий автобус». Здесь скорость была не важна. Наоборот, чем медленнее, тем лучше. Специалисты вместе с первоклассниками отработали маршрут «Дом-школа-дом». Ребята закрепили жизненно важные знания и напомнили водителям о необходимости не лихачить на дорогах и быть внимательными к маленьким пешеходам. Внимание и скорость. Именно этими качествами поразила китаянка пользователя интернета. За минуту девушка пересчитала 6 пачек с деньгами. Еще и количество успевала записывать в блокнот. При просмотре ролика у многих может возникнуть мысль, что нет предела человеческим возможностям. А технологический прогресс, который ушел вперед, лишь мешает их развитию. А кому-то захочется повторить этот опыт. Осталось только найти несколько толстых пачек денег. Вот и все интересные весточки на сегодня. До встречи. Ну а у меня для вас еще пара новостей. Во-первых, сюжеты на YouTube-канале Медиахолдинг НТС посмотрели уже 11 миллионов раз. Впечатляющая цифра. А во-вторых, наша страница на Инстаграме обретает все большую популярность. На сегодняшний день на нее подписаны больше тысячи человек. Присоединяйтесь и вы, и тогда первыми будете узнавать о самых резонансных и интересных новостях из жизни региона. И с этим прощаюсь. До новых встреч. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова